В прошлый раз мы обсуждали уже принцип возлюбия ближнего своего как самого себя. Дело в том, что если эгоизм как любовь к себе является чем-то неизбежным, и мы не можем не любить себя, то на самом деле вот этот принцип возлюбия ближнего своего как самого себя немного звучит странно. Вот если бы мы могли бы себя не любить, то тогда этот принцип базируется на том, что мы себя не можем не любить, наоборот надо говорить. То есть возлюбие ближнего своего как самого себя как раз базируется на том, что мы не можем себя не любить. То есть мы себя всегда любим. Иначе бы нельзя было говорить возлюбие ближнего как самого себя. Если бы можно было бы себя не любить, принцип бы не работал. Потому что мы себя иногда не любим. А поскольку мы себя любим всегда, то и сам принцип работает возлюбие ближнего своего как самого себя. Поскольку мы себя всегда любим. И мы это уже обсуждали. В силу позитивности воли, предпосновки целей. Но здесь возникает вот некоторое разночтение относительно того, как понимать этот принцип. Можно этот принцип понимать и тем способом, что мы должны всегда любить другого. То есть ближнего своего. Поскольку если мы любим самого себя, то мы всегда должны также любить другого. То есть возлюби ближнего своего такой же любовью постоянной и всегда, как ты любишь самого себя. То есть любовь к ближнему должно стать для тебя нечто, что такое же непременное условие жизни, как и любовь к самому себе. Это одно понимание. То есть имеется в виду, на самом деле, что, помните, говорилось о том, что любите врагов ваших. То есть когда говорится, что любите ближнего своего как самого себя, имеется в виду, что любите вообще всех. И как бы и друзей, и врагов всех. То есть относитесь к другому точно так же с любовью, как вы относитесь к самому себе. Это один смысл. Второй смысл. Речь идет не только ведь о форме, а ведь речь идет о содержании. Когда я люблю самого себя, то ведь я люблю не целиком всего самого себя. У меня есть какие-то страсти, у меня есть нечто, что мне не нравится в себе. Я ведь люблю только нечто, что во мне ценно. То есть прежде всего, конечно, я люблю самого себя в смысле своей свободной воли. А во втором смысле я люблю самого себя в смысле каких-то своих особенностей, каких-то своих характеристик, которые мне импонируют, за которыми я горжусь. И когда мы утверждаем, что возлюби ближнего своего как самого себя, имеется в виду возлюби в ближнем какие-то черты, которые соотносятся как бы с моими чертами. То, что я люблю в самом себе, то я должен любить ближнего. Предлагается перенести мою любовь к самому себе на ближнего, продолжить самого себя, спроектировать на ближнего. Я, допустим, люблю в самом себе смелость, то и в ближнем я должен любить смелость. То есть, если я люблю в самом себе ум, то я проектирую на ближнем и говорю, что я люблю ближнего за его ум, потому что я себя люблю за ум. То есть, можно рассматривать эту максимуму как способ, каким образом я в ближнем умудряюсь увидеть свои выдающиеся качества, увидеть себя со стороны того, чем я в себе горжусь. То есть, я должен в ближнем увидеть тоже некое отражение самого себя. То есть, любить ближнего как самого себя означает увидеть в ближнем, попытаться увидеть в ближнем те характеристики меня самого, которыми я в себе горжусь, если они есть. Но сразу мы же видим, что поскольку люди разные, я, например, люблю в себе смелость на самом деле, а вижу, что ближний-то трусоват, и как я тогда могу возлюбить этого ближнего, если я люблю в себе смелость? То есть, как я могу возлюбить его как самого себя, если он трус? Вот такая проблема возникает. То есть, проблема связана с тем, что я не всегда смогу спроектировать на ближнего самого себя. То есть, иначе говоря, я всегда буду искать только тех ближних, вот в этом во втором понимании, которые соответствуют мне. То есть, я смогу любить только смелых, если я люблю смелость. Смогу любить только умных, если я люблю ум. То есть, я не возлюблю всякого ближнего. Я только возлюблю определенного ближнего, который соответствует самому мне. То есть, подобное стремится к подобному, и я в этом отношении смогу с точки зрения этой максимумы полюбить только тех ближних, которые в чем-то подобны мне. То есть, если я предпочитаю ум, то я смогу полюбить только умных и так далее. И, соответственно, отринуть других ближних, которые мне не соответствуют никак. Вот это второе понимание. То есть, понимание, в котором люди будут сортироваться в зависимости от того, соответствуют они мне или нет. То есть, являются они для меня на самом деле ближними в том смысле, что подобны мне. Или на самом деле они не соответствуют мне, и тогда они перестают быть ближними мне. И любить мне их не надо. То есть, возлюби ближнего своего как самого себя означает возлюбить тех людей, которые подобны тебе, а не являются твоими ближними, и их надо любить как самого себя. Подожди, Булат, это твоя интерпретация. Моя, конечно. Потому что там же притча, все-таки, там была притча у Иисуса Христа. Ну да, Он всех любит. Нет, Он там избитый этот самарянин. И, а нет, самарянин проходил мимо, да, и помог. Самаритянин? Самаритянин. Проходил и помог. Ну и спросили это... Кто твой ближний? Ну, кто твой ближний. Ну. И кто? Кто-то тебе помог? Да. Кто-то и ближний. Да. То есть, кто-то тебе не помогает, кто-то не ближний. Нет, все равно. Ну, в том смысле... Такое потребительское отношение. Нет, подожди, еще. Тот, кто нуждается в помощи, тоже твой ближний. А кто не нуждается, тот уже не ближний, что ли? Понимаешь, понять ее... Нет, подожди. Все так запутано. Давайте я попытаюсь... Это же своего рода такая логическая головоломка. Понять, что означают эти слова. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы сейчас многие варианты рассмотрим, и как бы и будет понятно, как надо правильно понимать, возможно, правильно понимать эту заповедь. Потому что, естественно, она не является заповедью в смысле закона. То есть, это некоторое... Почему? Потому что нельзя требовать от человека любви. Нельзя требовать говорить «возлюби ближнего», как требование. Это ведь не закон. Нельзя требовать любви. Любовь – уже свободная вещь. Можно только любить, исходя из некого свободного волеизъявления. И поэтому нельзя поставить эту «возлюби ближнего» как некую заповедь. Это вообще нонсенс. Но, тем не менее, почему-то в Евангелии это прописано. И вот, чтобы это понять, почему это прописано, и как надо его понимать правильно, требуется разобрать несколько вариантов. Может быть, истолкование. Может быть, не совсем христианского даже. Но требуется это, чтобы все варианты рассмотреть. Чтобы все смыслы проявить. Но вот еще мы говорили о том, что всякого рода добро, оно является жертвой. И во многом, на самом деле, любовь жертвенна. Настоящая любовь, она жертвенна. То есть, она на самом деле не требует такого обмена, не требует справедливости. Она просто расточает себя в отношении любимого. Так вот, что означает возлюбие ближнего, как самого себя? Не означает ли это, на самом деле, что все-таки ближний ставится выше самого себя? То есть, говорится о том, что любить ближнего надо больше, чем самого себя. То есть, когда мы говорим «как самого себя», мы не имеем в виду равенство. Потому что, если бы это было некого рода равенство, то это был бы некого рода принцип равновесия или справедливости. То есть, что это означает? Что на самом деле, что справедливость бы здесь означала? Это означает, что надо любить и ближнего, но себя любимого тоже не забывать. То есть, возлюби ближнего, как самого себя, но себя никогда не забывай. Люби и себя, и ближнего. И здесь некое равновесие установить. То есть, в чем-то любить себя, как бы в чем-то любить ближнего. Но никогда нельзя одно в ущерб другого. Не так, что себя любить больше, чем ближнего. И не так, что ближнего больше, чем себя. Надо всегда себя любить больше. Нет, а смотри, а как бы установить некое равновесие? Это одно понимание. А другое понимание, если себя любить больше, чем ближнего, то это эгоизм, тут ничего особенного нет. Какой же это принцип? Поэтому другое понимание, что любить ближнего больше, чем самого себя. То есть, вот некий максимализм. Мы говорим о том, что мы любим ближнего больше, чем самого себя. Это что означает? Это означает в ущерб самому себе. То есть, я люблю ближнего, но в ущерб самому себе. То есть, я собой жертвую и люблю ближнего. Все отдаю ближнего, а себя как бы умоляю. То есть, ущерб себе. То есть, нарушая это равновесие, чтобы любить себя и любить ближнего, как в каком-то равновесии. Столько же ближнего, сколько себя, и наоборот. Но вот эта вот жертвенность, она имеет амбивалентный характер. Дело в том, что несмотря на то, что я с собой жертвую ради ближнего, и даже, можно сказать, так сильно люблю ближнего, что совершенно себя умоляю, все отдаю, последнюю рубашку снимаю, то на самом деле, если посмотреть в основание моей воли, все сделать ради ближнего, то ведь я все равно в эгоизме остаюсь, как я уже говорил. В чем смысл? Смысл в том, что я ведь осуществляю некую свою волю. Это моя воля. Любя ближнего, вплоть до полного стирания самого себя, все равно в этой самой любви, в самом моем намерении любви, я остаюсь как сам. Я себя стереть-то никак не могу. Я все равно в этом осуществляю принцип, осуществляю некоторую свою волю, и поэтому остаюсь в этом эгоизме. Чтобы я перешел на сторону другого, как мы говорили, я должен вступить в некую, ворота, конкретность. Я должен подчинить свою волю в этой конкретности, подчинить волю некоторого, ворота, другой воли. И вот подчиняя свою волю, я на самом деле начинаю затормаживать этот процесс своей жертвенности. Тут странная вещь такая. Смотри, жертвенность самого себя, она не может быть бесконечной, потому что моя жертвенность упирается в реалии этого мира. В реалии мира. Допустим, я хочу с собой пожертвовать вплоть до того, что исчезну в этом мире. Но ведь реально, когда я начну что-то делать, я в этом каждом конкретном делании не смогу полностью себя исчерпать. Если мои добрые дела, на самом деле, подразумевают какие-то конкретные вещи, то это ведь всегда требует какого-то времени, подготовки. Например, скопать яму, посадить картошку, перевезти женщину через улицу, помочь что-то еще сделать. В этом нет ум, несмотря на то, что я хочу полностью себя отдать ближнему, я не могу его в конкретности обстоятельств, пространстве себя исчерпать, никак не могу. То есть, странная вещь, я хочу полностью себя пожертвовать людям, но в конкретности жизни этого сделать не могу. Сама жизнь останавливает мое намерение. И если я ему подчиняюсь, то получается, что сама жизнь балансирует и делает обратный ход. То есть, иначе говоря, если я ставлю в качестве принципа возлюбить ближнего больше, чем самого себя, то я даже осуществить это не могу. Почему? Потому что всякий раз, когда я буду собой жертвовать, сама жизнь вернет меня к самому себе. То есть, правильная формулировка, видимо, этого принципа как раз и должна звучать так, что я, конечно, должен другого поставить выше себя, но поскольку в конкретности жизни, на самом деле, при осуществлении вот этого пожертвования самому себя, я каждый раз буду возвращаться к себе, и тем самым, на самом деле, я все равно останусь в балансе неком. Я никогда не смогу полностью перейти на ту сторону полной жертвы собой, потому что всякий раз я как бы буду возвращаться к себе в силу того, что мир так устроен, что я не могу себя исчерпать. Мир не дает это сделать. То есть, я могу, на самом деле, в подвиге, вот в кратком подвиге, допустим, на образуру доты прыгнуть, я могу в краткий миг полностью себя исчерпать. Но это же специфический случай, когда, допустим, я жертвую собою ради ближнего, бросаясь на образуру доты, как матросов, и позволяю самым прорваться людям в атаке. Это как специфический случай. Но, как правило, жизнь так устроена, что вот такого полного исчерпания невозможно. То есть, если мы говорим, что возлюбить ближнего больше, чем самого себя, тем не менее, мы никогда это осуществить реально не можем, потому что, если мы говорим о реальности добра, и нас добро обратно всякий раз отбрасывает. То есть, все-таки, вот, я просто думал над этим, что если мы говорим о том, что добро и справедливость отличаются, и справедливость – это вот форма равновесия, где моя любовь к себе и моя любовь к ближнему, она как-то уравновешивается, да? Если мы говорим о том, что добро – это вот некого рода исчерпание себя, некая жертвенность, то даже в этой жертвенности, да, если мы ее формулируем «возлюбить ближнего своего больше, чем самого себя», если мы так ее формулируем, то, тем не менее, как бы мы в самой реализации этого намерения, мы все равно оказываемся в том, что нас отбрасывает обратно, и мы любим и другого, и себя. Никогда так не получится, что мы любим только другого, потому что в эгоизме, потому что мы, представляете, находимся в своем валении, в принципе, эгоизма. То есть мы постоянно, осуществляя намерение возлюбить ближнего своего, да, больше, чем себя, осуществляем некий свое намерение это сделать, и тем самым, да, в самом намерении это сделать, любим себя. Вот такая странность. То есть правильно сформулировать этот принцип надо было бы? Вот как я говорю, что возлюбить ближнего надо больше, чем самого себя. И тогда этот принцип будет правильно работать. Он будет работать тем способом, что когда мы ближнего любим больше самого себя, то тогда в самой реализации этого принципа мы будем любить правильно и ближнего, и самого себя. Если мы говорим о том, что возлюбить ближнего как самого себя, то мы можем понять его как справедливость, то есть впасть в законничество. То есть люби и ближнего, и самого себя, и взвешивай. Так, вот если тут что-то слишком много ближнего возлюбил, надо немножко больше себя полюбить там. Понимаешь, будем постоянно пытаться найти вот это некое равновесие, меру распределения, сколько надо ближнего любить, а сколько себя любить. Ну вот себя я, например, столько полюбил, а ближнего, ну кусочек ближнего. Нет, вот этот обратно кусочек и так далее. Вот эта вот бесконечная мера и подсчитывание, оно на самом деле как бы выглядит некрасиво. То есть вообще, какое отношение к добру имеет. Или как я говорил, продолжение эгоизма. Да, вот оно тоже неправильно звучит. Если подлюби ближнего своего как самого себя, понимать в том смысле, что люби в ближнем только самого себя. Увидеть в ближнем смелость, и говоришь, да, я люблю ближнего за смелость. Не то, что я должен свой эгоизм спроектировать на ближнего, и любить ближнего только в том смысле, как я в этом ближнем отражаюсь, как в этом ближнем видны мои же достоинства. Ну, с другой стороны, лентяй, например, будет это любить, так сказать, лентяй, да, а смелый будет любить смелого. Какой-то, опять же, получается, неправильный способ понимания этой максимума. И первое наше понимание, где возлюби ближнего как самого себя, понималось в том смысле, что всегда люби ближнего. Оно соответствует правильному пониманию. То есть на самом деле, правильная форма… Во-первых, надо изменить немного формулировку, чтобы правильно звучало. Промулировка должна звучать так. Возлюби ближнего больше, чем самого себя. Но любовь должна быть ближнему, как самому себе, в том смысле, что она должна быть постоянной. То есть как мы себя любим постоянно, потому что мы не можем себя не любить. И точно так же мы не должны любить ближнего, чтобы ближнего мы любили, и всегда была любовь, постоянная была. Ну, еще раз скажу, здесь есть какая-то амбивалентность. Можно понять еще раз эту формулировку. Все-таки в ней есть правильное зерно, состоящее в том, что мы должны любить ближнего так же, как себя любим. А себя мы не можем не любить. И значит, ближнему мы должны относиться так же с любовью, как если бы мы не могли бы не любить ближнего. Я вот просто все это понимаю. Ты хочешь есть, и ближний хочет есть. Ты хочешь пить, и он хочет. Да это все понятно. Ты видишь, что он хочет что-то такое сделать, и тебе кажется, что это вредно ему. Ты ему сообщаешь об этом. Так а можно же понять, это я еще раз говорю, с точки зрения эгоизма, что я продолжаю свой эгоизм, в том числе и на ближнем. Я люблю в ближнем самого себя. В том смысле, что я люблю в себе смелость, и в ближнем люблю только смелость. Если ближний не смелый, значит, я его не люблю, потому что он не смелый. Потому что я люблю только смелых. Ну, ты же себя питаешь, значит, ты себя любишь, когда ты голоден. Смотри, с другой стороны, я аскет. Допустим, я аскет. Я люблю ближнего только аскетизм. Если ближний не аскет, значит, я его не люблю. Аскет не ест, не пьет. Да дело же, еще раз говорю, Валя, давай как бы не это... Ты все пытаешься упростить. Я же пытаюсь обобщенным говорить. Вот, допустим, вот есть монахи. Монахи, если бы монахи любили ближнего как самого себя, то есть они себя любят в том смысле, что они аскеты, что они ради Бога как бы оставили все там, да, и пошли как бы и молятся где-то там в каких-то аскетах там и монастырях. Они тогда ближних только тех будут любить, которые такие же, как они, пошли и все бросили ради Бога, да, и тоже не спасаются и любят. Не-не-не, так можно понять эту максимуму. Любить как самого себя. А монах любит самого себя в том смысле, что он монах. Скажи, кого ты под ближним, ты понимаешь? Под ближним я понимаю буквально тех, которые тебя окружают. Ну, а если так, тогда монах не будет любить только тех, кто хочет быть монахом, а он просто будет всем пропагандировать монах. Правильно, получается так, что он будет любить только того человека, который либо стремится к монашеству, либо уже монах. Понимаешь, как говорят. Либо будет пропагандировать его. Да. Ну, получается, что он на самом деле что будет делать? Он будет свое-своё-своё идеал, свое понимание человека пытаться распространять везде. Да, а воин какой? Так это и есть эгоизм. Пропагандировать надо быть воином. Нет, так это мы говорили про абстрактное добро и про эгоизм. Так это и есть эгоизм. Эгоизм-то и состоит в том, что ты не видишь другого человека, а только видишь везде себя. Вот, например, а что такое абстрактное добро? Я не вижу добра в конкретности другого человека. Я вижу только свое понимание добра и пытаюсь навязать его другому человеку. Так это и есть эгоизм. Мы же говорим, что мы же любим себя независимо ни от чего. Я всегда в эгоизме. И тот человек, который любит другого как самого себя, вот в этом смысле, да, что пытается в другом увидеть такие же достоинства, как в себе, так он же просто продолжает самого себя на других. Он точно так же находится в эгоизме. Он не хочет увидеть конкретность другого человека. Он просто будет увидеть другого человека. Он не монах, я его не люблю. Потому что я монах. Понимаешь, он не достоин ничем. Вот монахи, между прочим, во многом так и живут. Они, допустим, в некотором отношении считают вторым сортом, скажем, людей, которые не являются монахами. У них есть некое свое внутреннее братство монашеское. А вот второй круг – это люди, знаешь, вот эти мирские. Они как бы второй сорт. Ну так, это примерный такой разговор. Понимаешь? Потому что они не так возлюбили Бога, как вот эти монахи. То есть они возлюбили ближних своих, то есть монахов, так же, как самих себя, потому что они тоже монахи. А как бы если ты не монах, то и любить тебе не за что. Разве что если ты стремишься стать монахом. Это так можно понять. Но это же тоже неправильное понимание. Поэтому правильное понимание состоит в том, что надо любить ближнего больше, чем самого себя. То есть это означает попытаться выйти в конкретность этого ближнего и довеяться его воле, находиться не в абстрактном добре, а в конкретном. И тогда в этой конкретности, поскольку конкретность всегда ограниченная, ты не можешь умолиться до нуля. Ты всегда останешься в какой-то ограниченности возможностей своих и возможностей другой человека. И поэтому, выйдя, вроде как, абсолютно отрицая себя, то есть ты любишь другого больше, чем самого себя. И на самом деле в этом положении все равно останешься в любви к самому себе. Такой же. Потому что ты не можешь себя не любить. Любя другого больше, чем самого себя, на самом деле это просто принцип, указывающий на том, что другого надо не меры мерить, а по отношению к другому надо самоопределиться. Как одна свободная воля по отношению к другому. Еще какой-то был третий случай. На самом деле есть еще один случай. Он такой вырожденный. И я в прошлый раз как бы считал, что это есть как бы единственный случай, но на самом деле он не единственный. Дело в том, что что мы любим в себе всегда, независимо ни от чего. Мы в себе всегда любим, и то, что мы называем сами собой, да, себя называем. Это наша воля. То есть мы в себе любим на самом деле нашу волю. И вообще мы сами себя ассоциируем с нашей волей. И когда мы цели ставим, то это есть некие произволения нашей воли. И поэтому, когда мы… А воля, она и связана с нашей свободой. И вообще мы как бы постоянно в этике, и вот оказываемся в ситуации, что этика есть не что иное, как развертывание понимания того, что такое свобода. В своей конкретности. То есть свобода в смысле вот того, что человек свободен. Не свобода в смысле абстрактной категории, а в смысле вот конкретной человеческой свободы. Человек как-то может поступать свободно. И, собственно, этика должна показать, как человек может свою свободу самоопределить. В этом заключается, собственно, как бы задача этики. Как он ее может, эту свободу, реализовать. Но реализовать свободу можно ведь не только в этике. Реализовать свободу можно и в технике, да, и просто пойти в одну сторону, пойти в другую сторону. То есть в реализации свободы не обязательно присутствует этика. Но если одна свобода самоопределяется по отношению к другой свободе, если ей еще идет о соотношении двух свобод, тогда возникает сразу этика. Она именно и вырастает, как взаимоотношения свободных людей. И поэтому, на самом деле, в корне наших определений добра и зла находится свобода. В корне определения того, что такой человек находится в свободе, что сущий человек в его свободе. И что сам человек себя понимает как некую волю, как источник реализации свободы. Мы же когда валим, мы же валим некую цель, которую сами же ставим в свободном способе. Мы ставим в свободную цель и ее пытаемся реализовать. И поэтому, если мы сами себя ассоциируем с этой свободой, если мы себя ассоциируем с волей, которая реализует некоторого рода свободу, то и другого мы любим именно в этой свободе, в его воле. И тогда возлюби ближнего как самого себя означает, на самом деле, что ты должен в другом любить его волю. То есть ты сам являешься некой волей, некой свободой, и в другом должен ты любить его свободу и волю. То есть, это максимум можно понять в том смысле, что в человеке ценно его произволение, ценно его намерение, его свобода ценно. И ты должен любить и самоопределяться правильно по отношению к его свободе и его намерению. Правильно это звучит в том смысле, что любовь наша должна быть деспотичной. Ведь можно любить деспотично. Можно любить, невзирая на то, что другой сопротивляется и не считается своей любовью. А тут речь идет о том, что ты должен возлюбить другого в том смысле, что соотнести свое намерение, свое устремление по отношению к другому с тем, что у другого точно так же есть намерение и точно так же есть свобода. То есть ты должен дать возможность другому остаться свободным в любви, которую по отношению ты к нему проявляешь. То есть любовь должна быть свободной двусторонней. Не так, что, например, я свободно кого-то люблю, и мне наплевать на самом деле, что ему это не нравится. А так, что я свободно другого люблю, но оставляю ему свободу даже меня не любить. И в этом смысл того, почему надо любить врагов. То есть я люблю врага даже в том случае, если он меня не любит. Потому что если бы он меня любил, в этом не было ничего особенного. А вот то, что он меня не любит, проявляется то, что я оставляю ему возможность меня не любить, что он остается свободным. То есть и я свобода, и он свобода. Я самоопределился по отношению к нему и говорю, что я его люблю, в том смысле, что я люблю его как самого себя. Но я его люблю как самого себя в том смысле, что я самого себя люблю в своей свободе, в своем волении. И поскольку даю ему остаться свободным его волением, и если он в этом волении меня не любит, то я считаю, что это как бы его воля, он имеет на это право. То есть когда мы говорим «возлюби врагов своих», то имеется в виду, что если враг самоопределился как враг по отношению ко мне, то я должен и любить то, что он на самом деле выбрал такую волю – быть врагом по отношению ко мне. То есть я любить должен не в том смысле, что враг чем-то хорошо. Враг, конечно, плохо. Но я должен любить то, что он свободно самоопределился. Поскольку вся любовь между людьми, она базируется на свободном самоопределении. То есть, еще раз говорю, это максимум говорит о том, что мы должны любить друг друга, наше свободное самопроизволение, потому что именно в свободе мы соотносимся как люди, как высшие существа, как этические субъекты. Волю врага тоже выше себя ставишь? Нет, тут не надо выше ставить, это другое понимание. То есть ты ставишь волю врага точно так же наравне со своей волей. То есть ты любишь то, что враг может оставаться врагом в своем самопроизволении, что он имеет право быть врагом. Вот понимаешь, если бы я любил врага в том смысле, что я бы кричал, что ты не имеешь права быть врагом, то эта любовь была бы деспотическая, то это был бы эгоизм. А я люблю врага в том смысле, что я допускаю, что он имеет право в своей свободе оставаться врагом. Но ты считаешь его другом. Он самоопределился во врага. Но я все равно должен остаться в любви. Вот что проблема. Я остаюсь в любви к тому, что он может самоопределить самого себя даже во вражду по отношению ко мне. Ну вот третий вариант, по-моему, самый лучший. Он сложный просто. Не, ну он действительно никак не больше нравится, чем все остальные. Не, ну вообще тебе не нравится... Она какая-то ересь какая-то. А вообще тебе не нравится вещь, что возлюбил ближнего своего больше, чем самого себя. Ну зачем? Но она переформулирует самого максимума. А вот тот вариант, который сейчас я последний произнес, он просто как раз идет в связи с тем, что как, почему человек всегда любит самого себя. Потому что у него воля всегда позитивна. И поэтому, как бы фактически получается, что одна воля позитивная обращается к другой воле, которая тоже является позитивной, и говорит, что давай дружить. И даже если определенность каждой из воли разная. Одна воля позитивная говорит, давай дружить, я тебя люблю. Даже если другая позитивная воля говорит, что я тебя ненавижу. То есть позитивная воля предлагает другой позитивной воле, это дружбу, в смысле их позитивности. Даже если их определенность, каждая из воли, разная. То есть братство наше состоит в том, что мы свободны. Даже если конкретность нашей свободы идет друг против друга. Вот в чем любовь состоит. Любовь состоит в том, что мы как бы люди, мы братья в том, что мы свободны. Это лучше, чем как бы, ну, в этом есть некоторого рода ужас. А твое любить другого больше, чем себя, как-то что-то... Нет, в этом знаешь, какой ужас есть? Ужас, состоящий в том, что я допускаю, что другой может меня ненавидеть. То, что он имеет на это право. Свободу. Ну, а почему это ужас? Ну, это же ужас, потому что мы как-то привыкли, жмемся друг к другу и считаем, что все нас должны вокруг любить. И что если кто-то нас ненавидит, то это так страшно-страшно. А тут получается, что мы должны радоваться, что другой человек свободен, что он настолько свободен, что он может нас ненавидеть. Что мы как бы не такие, не кролики, понимаешь, друг к другу жмущиеся. Что на самом деле мы вот такие свободные существа, которые можем самоопределяться как угодно. Нет, то, что он тебя может ненавидеть, это понятно, а ты-то в этом случае все равно же остаешься... Да, но это и есть христианская позиция. Он может меня ненавидеть, я уважаю в нем его произволение. Но моя христианская позиция состоит в том, что я всегда в позитивном модусе любви. Что вот этот модус как бы... Я выбрал любовь вместо ненависти. Он может оставаться в ненависти, я уважаю его выбор. Но тем не менее, сам я выбрал всегда любовь. Вот так, по отношению к другому. Он может, конечно, однажды изменить свое мнение, потому что он-то свобода. Я-то уважаю в нем свободу. И люблю эту свободу. Я верю в то, что он может покаяться и поменять свое мнение. И тоже так в модус ненависти перейти в модус любви. В этом моя надежда христианская. А суть-то состоит в том, что я именно и люблю то, что он свободный. И то, что я верю в этой любви, в этой направленности, что он может изменить свое мнение. То есть я... Понимаешь, когда говорю, я возлюбитель врага вашего. Имеется в виду, что ведь он не враг по сущности. Он такой же, как я, свободный человек. Он просто самоопределился, как враг. Но это самоопределение, оно временное может быть. Почему? Потому что он свободный. И он может самоопределиться в другой момент уже как мне, как друг. Ну тут мне нравится, потому что здесь вот личности присутствуют. Да, и тут именно что вопрос... Насилия никакого нет. А в обществлении тел сюда никакое не вставишь. Помнишь там еще такая вещь, что не противься злому. Это как раз из этой же... Что значит не противься злому? Это значит, не только в том состоит, что зло на тебя напирает, а ты расслабился. Да, как бы и не противишься. А еще и в том состоит, что сам не напирай на зло. Не дави врага. Ты если бы давишь врага, на самом деле, то враг от этого не перестает быть врагом. Он, наоборот, ощущает, раз ты его давишь, значит он в правильной позиции находится. Как наш акт и реакция. Акция и реакция. Кто-то давит, а кто-то там сопротивляется. А вот если ты не давишь на него, а обращаешься к нему приветливо, с любовью, он видит, на самом деле, что его реакция вражды неверна. Она как-то не соответствует этой позиции. И у него возникает сомнение в своей позитивности. У него же позитивность всегда же присутствует, как мы говорили. И вот он эту свою волю может переопределить в соответствии с новыми реалиями. Если я в любви открываюсь ему, а он во вражде, он может увидеть несоответствие ситуации и поменять свое отношение. И в этом состоит надежда. Надежда христианина и состоит в том, что не сопротивляться злому, потому что зло невозможно злом победить. А открыться в другом модусе. Если против тебя идут со злом, не отвечать злом на зло, а открыться в модусе добра и ждать, что это зло, на самом деле, увидит несоответствие. Поскольку это же зло, свободная воля. Это же не просто абстрактное космическое зло, которое никогда не может измениться. Это свободная воля, которая может измениться. И ожидать, на самом деле, что эта свободная воля увидит несоответствие и изменится. Вот в чем. То есть зло нужно побеждать добром. Так же и говорится в христианстве. Собственно, в этом мы подошли, после этого круга, мы подошли опять же к пониманию правильного христианства, с другой стороны. Оно состоит в том, что, это просто уже выводы, что зло может победить только добро. Потому что, отвечая злом на зло, мы на самом деле только усиливаем зло, с одной стороны, а с другой стороны продолжаем цепочки зла дальше. Да, но у Христа, в принципе, самаритянина, получается, только самаритянин ближний, а священник, равен, там, и все, кто прошли мимо, вроде как не оказали милости, не является ближним. Странно. Да там, на самом деле, если вдуматься, получается какая-то потребительская картина. Получается, что кто мне помог, тот мне ближний, а все, кто мне не помог, те мне дальние, что ли. Как это? Странно-то, это какая-то потребительство, да? Вот, я в несчастье, все помогающие мне, мне ближние, а все, как бы, мне не помогающие, мне не ближние. Там, на самом деле, интерпретация какая-то, сама какая-то притча странная, на самом деле. Она неясная. Потому что, она сама по себе неправильно, она потребительское какое-то отношение закладывает тому, как нужно понимать ближнего. А суть, если бы правильно она звучала. Почему? А он потом в конце говорит, иди и поступай так же. Вот, я и хотел сказать, что иди и поступай так же, по отношению к кому это поступает? Как самаритянин поступай. Чтобы помочь. Правильно, ведь речь идет о том, что, видишь, получается так, что правильная позиция состоит в том... Нет, он в конце просто спрашивает. Нет, смотри, получается, правильная позиция не со стороны того, кто пострадал. Ближний, это не тот, который ближним является со стороны пострадавшего. Для пострадавшего ближний, оказывается, самаритянин, получается как-то странно, то есть какая-то потребительская позиция. На самом деле, правильно, как мне кажется, надо понимать ближнего в отношении самаритянина. Кто самаритянину ближний? Самаритянину ближний любой, который нуждается в ему помощи. Любой. То есть, и вот эта фраза иди и поступай так же, как раз относится к самаритянину. Поступай как самаритянин. Кто нам ближний? Любой 누�жающийся в нашей помощи Точно, точно То есть, наоборот Надо не со стороны смотреть и нуждающегося Потому что, иначе потребитель Я нуждаюсь И все, кто мне помогают Мне ближние А со стороны самаритянина Да, просто по привычке Смотрим со стороны нуждающего Да Привиденский подход Да Со стороны самаритянина Ближний тот, кто нуждается В моей помощи Поэтому и понятны слова Когда он в конце говорит этому Он говорит Ну, Христос переводит вопрос Спрашивает Ну, так кто ближний Тот говорит Оказавшего Sense Говорит Ну и ты так же поступай. Понимаешь? Оказывай милость. Да. Надо, видимо, так понимать. С другой стороны, тогда непонятно, а кто тогда такие, которые прошли мимо? Они кто такие? Они поступили не как самаритяне. То есть они своему ближнему не помогли. Вот о чем идет речь. То есть священник там и левит, они на самом деле ближнего проигнорировали. Хотя он им ближний, потому что он нуждался в их помощи. Но он и более того, там вся загвоздка состоит. Они же помощи-то нуждался иудей. То есть иудей был им, священнику и левиту, ближний даже по крови. Даже по одной религии. И они все равно ему не помогли. А самаритянин, хотя он был как бы дальше от иудея, этому самаряне и иудеи не сообщались друг к другу. И тем не менее он ему помог, потому что не важно, как они разделены. И важно то, что другой нуждался в его помощи, а он был рядом. То есть ближний надо понимать не по крови ближний, не по религии ближний. А потому нуждается человек, который с тобой рядом находится в твоей помощи или нет. Ближний тот, кто нуждается в твоей помощи. Который рядом с тобой буквально в смысле находится. Ты проходишь мимо, он тебе в твоей помощи нуждается. И помоги ближнему. А не так надо понимать, что если я еврей, а он еврей, то надо ему помочь. Или я, допустим, иудей, в смысле придерживаюсь иудейской религии, и он иудей. Тогда ему надо помочь. А если он самаряне был, ему уже помогать нельзя. То есть разделение по религии, по религиозным убеждениям, по роду, племени, А вот это разделение, как бы, или, лучше говорить, это общность несущественна. Существенно другое. Что я нахожусь рядом, а другой нуждается в моей помощи. Как мы и говорили, если общество, как нейронная сеть, кто там ближний-то, тот, кто вокруг нас находится. Ближайший нейрон, да, как бы другой человек, или, как ты говоришь, другая община. Всех неуждают помощь, да. Продолжение следует...